здравствуйте дорогие друзья сегодня в рамках второго выпуска рубрики настоящее интервью я пообщаюсь дмитрием сухановым более известным в нашем комьюнити как гамбит му ну или уже экс-гамбит му привет дим привет давай начнем сразу с главного недавно буквально как град с неба посыпались новости что примечательно нет самих гамбита по сути из твиттеров игроков что они становятся свободными агентами ты объявил кто стал свободным агентом и даже пока нет официальной информации от самой организации что там творится уже понятно что в команде очень серьезные изменения некоторые на полном серьезе обсуждают что команда возможно продаст слот как сейчас довольно активно практикуя другие организации вот ты лично после довольно провального прямо скажем сезона для команды задумывался о том что нагрянут такие изменения ну в первую очередь то что игроки становятся свободными агентами это повсеместная практика это не только гамбит можно было обратить внимание что очень многие игроки и других команд тоже становятся свободными агентами просто приблизительно период после конца чемпионата мира по это середина ноября всех игроков изтикают контракты поскольку больше чем однолетний двухлетний контракт никто не подписывает так или иначе есть некий период в которой игроки являются свободными агентами если с ними заранее организация не договорилась о автоматическом продлении контракта скажем так а что касается провального сезона и продажи гамбит но в принципе можно так вспомнить что в прошлом году у нас не самые лучшие результаты поэтому переговоры касательно продажи лкс спота не появились независимости от результат выступления скорее всего но здесь это можно сказать что просто совпало и наложило еще один негативный фактор сторону продажи лкс спота да действительно такие переговоры ведутся но пока нету никаких официальных анонсов дело в том что это процесс длительный как вы знаете сейчас риоты проверяют все эти сделки это конечно занимает некоторое время но по моей информации с достаточной долей вероятности гамбит откажется от своего лкс спота ну собственно с этим и связано мой уход из команды то есть команде в принципе уже вообще не выгодно находиться на лкс хотя уже в принципе слот у них есть то есть почему такой выбор они сделали то есть они верят то что команда уже может снова воспрять можно сказать и начать добиваться результатов которые должны были добиваться ранее так скажем я не думаю что это связано там с ожиданиями от команды с ожиданиями от игроков это скорее связано с тем что руководство организации просто не готова к тем финансовым вливанием которые требуются от лкс команды на сегодняшний день дело в том что планка существенно поднялась и в материальном обеспечении команды и зарплатах игроков и руководство организации не видя для себя путей поддерживать эту планку поэтому я думаю что скажем так реалистично смотреть на вещи если то первое место скажем так никто и не ждет все что ниже первое место не приносит существенных призовых чтобы затраты окупались дело в том что лига легенд в отличие от других киберспортивных дисциплин таких как дота или кс она существенно уступает в плане призовых денег обороты призовых денег если вы посмотрите на призовые в доте или в кс и сравните с лига легенд и поймете разницу и это при том что ни одна из лкс команд не может участвовать по правилам каких-либо других турнирах то есть все призовые которые идут это только призовые за сезонов и до чемпионат мира ну и им разрешен да ну соответственно там тоже призовые это даже раза в два меньше чем средней руке турнир по доте или кс а не славились какой-то серьезной финансовой спонсорской поддержкой поэтому затраты на команду идут непосредственно от организации и как я уже сказал организатор просто не может дальше это тянуть самом деле довольно интересно потому что многие считали наверное уже наивно считали что командам лиги легенд наверное даже чуточку легче существовать чем командам допустим по той же доте потому что в отличие от вальв райт на себя брали какие-то обязательства в плане выплаты зарплат игрокам и прочего ну на самом деле ну лично мне как человек который не сильно знаком с внутренней ситуации такое слышать немножко странно на самом деле ну просто если так посмотреть вальв и райт геймс они придерживаются немножко разных принципов если вальв я не знаю там по обязательствам если просто брать по призовым о в доте так все призовые вращаются между топ 16 командами наверно в принципе в мире до а это они разделяют свои собственные деньги между новости посмотреть просто сколько регионов играет в каждом регионе там указ и так далее то есть там набирается но под 50 60 команд и на все эти команды работа выделяют деньги действительно выделяются зарплаты но если это переводить все непосредственно какие-то евро зарплаты игроков среднестатистических игроков лол и дотеров которые выступают на том же международном уровне я думаю будут не сравним дать работ получать гораздо больше а призовые как я уже сказал да вот если там ну вальв никаких зарплат не платит но там гораздо больше призовые у райотов но призовые в лкс и только за три турнира слушай ну а если довольно сейчас много новостей уже о ну как я помню допустим уже три организации продали свои слоты и вот ты сейчас говоришь что и вот гамбит сейчас активно обсуждает вариант и он будет скорее всего осуществлен не значит ли это что риотом нужно как-то менять свою политику в плане вот доступа команд на другие турниры потому что можно как-то сделать выбор что многие команды просто не тянут учитывая то за какие деньги покупаются эти лкс латы я думаю что все нормально никаких проблем с этим не будет просто действительно идет посреди мы скажем так некая вторая волна организации которые наверное полны сил у них есть какие-то финансовые вливания киберспорту сейчас больше и больше притягиваются и становятся заинтересованными какие-то крупные концерны я знаю что там в северной америке крупные фармацевтические организации даже заводят лкс составы поэтому просто вот такая вот перетасовочка идет но вот если в плане гамбит говорить то вот ты сказал что у организации не было банально финансов чтобы продолжить выступать на лкс на то есть вливать деньги туда но довольно странно что команда которая обладала довольно большой фан база еще на период м5 то есть и на то время когда команда стала уже называться гамбит гейминг у него тоже большая фан база и по сути если помню приводилась статистика изменения фан базы по годам у гамбит она все время убывала и складывается впечатление что гамбит просто очень плохо проводит политику на этом фронте то есть получается если не ошибаюсь у команды ушло несколько спонсоров со временем осталось только болельщиков и получается это была главная проблема то что команда не смогла верно провести политику в этом плане что может быть политикой здесь как бы когда команда выигрывает из болельщиц когда команда проигрывает болельщик становится закономерно меньше то есть если вы смотрите рад это e5 результаты гамбит но становится понятно почему болельщиков стало меньше никого удивления не вызывает отсюда уже какие-то проблемы со спонсорами если просто взять скажем период одно дело когда команда выступает по августе Другое дело, когда команда участвует в чемпионате мира, это еще плюс два месяца. Спонсорам, конечно, гораздо интереснее поддерживать команды, которые попадают на чемпионат мира, нежели те, которые не попадают на чемпионат мира. Плюс это связано еще непосредственно с тем, что если у команд из Европы могут быть некие национальные спонсоры, там, Рокаты, как организация, там, у шведских команд очень хорошо развит киберспорт, соответственно. Множество спонсоров, которые могут выступать этой командой, там, в России, таковых нету организаций, которые бы выступали финансовыми спонсорами охотно. А если мы сейчас с тобой чуть поговорим, даже не поговорим, а мне просто вот интересно, а как ты относишься вот к этой практике, которая сейчас так активно развивается, вот именно продажа слотов? То есть ты считаешь себя довольно честной? Потому что у многих на самом деле возникают вопросы, то есть Riot банят, допустим, игроков, которые, можно сказать, другим поднимают аккаунты, да, да, челленджерам, скажем. А в более масштабном плане, когда один коллектив выиграл слот, а второй коллектив его просто перекупает, Riot к этому относится вполне нормально. Это в некотором смысле передергивание. Дело в том, что изначально по регламенту спот он принадлежит организации, а не игрокам. Поэтому это личное дело каждой организации, будет ли она продавать спот, не продавать спот, кикать игроков, оставлять игроков. Поэтому сравнение с бустом аккаунтов, я думаю, не совсем правомочно. Конечно, отдельным игрокам, ну, наверное, в какой-то степени обидно. Но, с другой стороны, если это хорошие игроки, то у них не будет проблем найти новую команду, либо остаться в составе команды, которую купит новая организация. Скажем, как произошло с составом Dignitas. Они получили свою квоту на LKS, Dignitas продали слот. И, насколько я знаю, сейчас 4 из 5 игроков, кто были изначально в составе, они так и остались в составе. Интересно, еще мне судьба, на самом деле, Грува. Он, получается, тоже теперь является неким свободным агентом? Ну, Грув уже, скажем так, где-то как полгода-год отошел от дел. Он исполнял некие консультативные связующие функции между мной, игроками и руководством организации. И, ну, у него в этом смысле проблем нет. То есть, ну, технически он является свободным агентом, наверное, да. Но я не думаю, что он будет занят поиском какой-то новой организации. А у тебя не было там мысли, как когда-то M5 прекратили существование, и весь состав перешел в организацию в Гамбит, вот так вот, допустим, с Госупепером и Даймондом вместе найти прибежщик какой-то другой организации, который сейчас, уверен, испытывает нужду в игроках, потому что сейчас идут активные решаплы. Очень много организаций, ну, не многие, а некоторые не имеют вообще пока игроков, хотя заявлены на ЛКС. Не было такой идеи? Ну, скажем так, у всех в той или иной степени уже есть составы. Я что-то не припомню, что были какие-то организации, в которых не заявлены составы. Но ребята, конечно, искали себе ЛКС споты. И, насколько я знаю, Эдвард точно нашел, я с ним сегодня общался. Но, как бы, как это объяснить? Это уже все уставшиеся организации, у них уже есть своя инфраструктура, поэтому я не думаю, что им нужны какой-то дополнительный саппорт став, кроме, там, может быть, одной-две позиции именно игроков. Если будут какие-то предложения, я, конечно, их рассмотрю, пока таких предложений не поступало. Ну, а вот как ты лично считаешь, вот если бы команда сейчас не пошла на такой шаг? Ну, конечно, это вопрос, то есть, как бы, если бы, но, тем не менее, вот с таким составом, который был, ну, плюс какой-то либо АДК вместо Форгивена, вот были бы реальные шансы у Гамбит побороться за самые высокие места? Ну, здесь нужно брать по внимание, что сейчас мы уже знаем о том, что Хуни и Рейновер покинули Фанатик, то, что в Элеменцах тоже назревают какие-то серьезные изменения, то есть, если не знать обо всех этих изменениях, то, я думаю, что выше топ-3 Гамбит бы не поднялись, учитывая текущие изменения Фанатиков. Их состав, конечно, станет, скорее всего, слабее. Состав Форгивенов, соответственно, останется примерно тем же. Здесь при хорошей подготовке и желании всех игроков, наверное, можно было бы побороться за топ-1-3 позицию. И вот отсюда становится, на самом деле, еще интереснее. Вот, на самом деле, Гамбит, та команда, которая... Ну, вот, скрипя сердце, можно сказать, что на протяжении стих сезонов она только разочаровывала болельщиков, потому что, ну, разумеется, болельщики ждали от нее большего, учитывая ее довольно славное прошлое. И, ну, даже странно другое, странно то, что команда, которая имела довольно сбалансированный и перспективный состав, потому что были опытные игроки, как Госупейпер, Даймод, Форгивен, да, и перспективные новички, как Кабачар Тебейси, ну, эта команда должна была претендовать на большее, чем на борьбу за выживание. Вот, как ты считаешь, почему вот так сложилось, что Гамбит в конце сезона уже, как по традиции, боролись за слот, а не за выход на чемпионат мира, к примеру? Ну, это, наверное, не совсем ко мне вопрос, то есть мы свою работу сделали в плане того, что действительно был сильный и многообещающий состав, но не взлетели. Конечно, наложились различные факторы, и тем, как мы уже там говорили в каком-то из интервью, что игроки просто потеряли все свои ключи, и поэтому пропало несколько дней подготовки предматчевой к первой неделе. Потом, скажем так, сыгрывались с Форгивен, наверное, не дольше, чем хотелось бы. Наверное, помешали амбиции, в том плане, что когда этот состав добирался, то как-то по умолчанию считали, что сейчас пойдут только победки. Когда пошли поражения, то не удалось совладать с эмоциями. Ну и потом бан Форгивена под конец сезона, когда все, опять же, на минус морали сыграли, даже, в принципе, с тем, кто заменял Форгивена, можно было выигрывать, можно было сражаться, но, видимо, сыграла свою роль минус мораль. Ну и расклад. Опять же, если вспомнить стейдинги, разница между религейшн местом и плей-офф местом была в два очка. Там был самый удачный расклад, когда гамбиты оказались по независимым от них причинам просто вне плей-офф позиций. Вот как-то так. Да, на самом деле, довольно грустно, потому что действительно многие надеялись на большее, и такое стечение обстоятельств привело к такому вот итогу. Но у меня есть вопрос касательно, наверное, ну, скажем, трех игроков бывшего состава уже. Задам вопрос тебе вначале про Госупеппера, уже, наверное, легенды российского киберспорта. Вот Госупеппер, когда начинал, и в расцвете М5 считался топ-1 саппортом планеты, со временем уровень его все падал, но при этом было видно, и все отмечали, что он все так же, то есть он играет, он очень много уделяет времени игре, он очень целенаправлен, но, тем не менее, даже в последних играх Гамбит, которые были перед завершением сезона, он совершал гигантское количество ошибок, на самом деле, ну, как многие отмечали. Вот как ты считаешь, вот как аналитик, что мешало, или мешало, или мешает Пепперу, не знаю, раскрыться, что ли, учитывая, сколько сил он вкладывает в игру? У меня просто совершенно иной взгляд на эту ситуацию. Я считаю, что не уровень Эдварда падал, просто стало появляться больше, более лучших игроков, скажем так. То есть то же самое, что с Даймондом? Не совсем. О Даймонде можно поговорить отдельно. А если говорить об Эдварде, то пусть как бы тут нет такого, что ему ничто не мешало раскрыться, потому что он просто уже раскрылся. И просто, возможно, некоторые ожидали какого-то его дальнейшего роста, а тем временем, как я считаю, он просто достиг уже некого максимума, который есть у каждого игрока, и просто выше он развиваться уже не может. То есть, конечно, есть какой-то рост в плане просто опыта, но это не экспоненциальный рост, это линейный рост. При этом он остается очень сильным игроком, но если кто-то от него ожидал таких же скачков в уровне игры, как были раньше, то вот они были разочарованы тем, что этого не произошло. Ну это, наверное, как говорится, наша проблема. А если говорить касательно Даймонда, потому что, наверное, персона Даймонда была самой обсуждаемой, по крайней мере, в русском комьюнити, в кругу фанатов команды, потому что на него тоже возлагались огромные ожидания. Он очень часто становился главной мишенью после проигрышей команды. Ну и на самом деле, он действительно довольно часто допускал очень обидные ошибки, которые так или иначе приводили к поражению. Конечно, это можно объяснить со стороны, что он делал рискованные мувы, чтобы спасти игры, но тем не менее, все равно есть впечатление, что у него что ли тоже какой-то максимум достиг. Вот как ты считаешь? Я думаю, что просто в отдельных моментах Дани не справлялся с тем грузом ответственности, который он сам на себя возлагал. То есть, как он пытался мне объяснить, и перед игрой, во время игры он пытался удержать в голове и проанализировать очень много факторов, вместо того, чтобы просто, скажем так, ел играть, как это делают очень многие на МКСе. И те ресурсы, которые он затрачивал на то, чтобы анализировать ситуацию и возможные исходы, они его и сдерживали, и в итоге приводили к каким-то обидным ошибкам. То есть, если Даймон все-таки найдет новую команду, ты, кстати, не знаешь, он как бы сейчас находится в поиске, или он пока не определился, будет ли продолжать карьеру? Насколько я знаю, он находится в поиске. И да, продолжаю твою фразу. Если... То есть, проблема Даймонда не лежит в поле игры, она скорее больше связана с неким психологическим аспектом. Тем, что он сам о себе думает, и что он сам себе позволяет или не позволяет. Если он эти психологические барьеры преодолеет, то мы увидим совершенно другого Даймонда, наверное, которого все хотели увидеть. А можно сказать, что игру Даймонда, можно сказать, подкосил именно уход капитана команды Олексича? Попытка вот Даймонда, может быть, стать тем капитаном или доказать что-то самому себе? Нет, я так не думаю. Ну, косвенно, возможно, да. В том плане, что с отсутствием Алекса возникла некая ниша в, как бы сказать, даже, наверное, не то чтобы капитане, но в каком-то вот лидере, наверное, да. Но Даймонд никогда не пытался заметить эту нишу, поэтому просто возможно было не очень комфортно играть без вот человека, который обладал бы такими лидерскими качествами, как Алекса. Давай тогда перейдем к последнему игроку, который хотел тебя узнать. Твое мнение личное. Перед прошлым сезоном Гамбит, наверное, сделали самый крупный трансфер за свою историю, можно сказать, потому что в состав влился Форгивен, который обладал большим опытом, большой популярностью, он был довольно скандальным игроком, но тем не менее это был игрок очень высокого уровня и игрок, который также имел пример опыт игры на чемпионате мира. Но тем не менее, как раньше ты мне рассказывал, Форгивен в самом начале вроде как из-за него очень сильно затягивалось сыгрывание ботлейна с Эдварда, в конце концов его вообще райта забанили, и он не смог помочь команде в самый нужный момент. Как ты читаешь, можно ли считать этот трансфер в принципе провальным? Ну, естественно, трансфер можно считать провальным, это даже никаких сомнений не вызывает. То есть, а не принималось, когда вот его подписываться, не принималось в расчет его популярности, так скажем, тем, чем он известен, именно своей скандальностью, именно своим сложным характером, или вы думали, что все-таки его можно, можно сказать, исправить, или с ним просто нужно иначе работать? Ну, тут есть две стороны. Во-первых, я, в принципе, был изначально против этого трансфера, именно по тем причинам, которые ты назвал, но с другой стороны, если хорошенько задуматься, то, ну, у всех исключительных игроков есть какие-то тараканы в голове, те или иные, и если просто пытаться идти по пути неименьшего сопротивления, и брать, там, наименее конфликтных, наименее ершистых игроков, то, ну, далеко, здесь тоже вряд ли удастся уехать, поэтому это задача тренера, вписать игрока в состав, каким бы конфликтным он ни был, потому что очевидно, что Forgiven как был, так и остается по силе одним из самых сильных адектера Европы, поэтому здесь нужно всегда искать компромисс между тем, чтобы там иметь пять совершенно неуправляемых игроков, противовес пяти управляемых, но абсолютно от скильных игроков. И в этом плане можно сказать, что Forgiven не удалось вписать в состав в том виде, в котором это нужно было. А можно ли сказать, что это вина тренера? Ну, это, конечно, отчасти вина тренера тоже. Кстати, довольно интересно вспомнить, что, в принципе, Forgiven, это, наверное, является не первым провальным трансфером Гамбит, потому что сразу вспоминается как раз-таки тренер, прошлый тренер не Шаунс, а Левиафан. Вот, интересно, две вещи. Первая, это более общее, почему у Гамбит так часто складывались проблемы в плане поиска тренера, того, что тренер не мог вовремя подъехать, что выливалось очень часто в проблемы в самом начале сплита, и, можно сказать, чья ошибка, что вот эти два проваленных трансфера свершились, потому что Левиафан, как мы с тобой раньше общались в интервью, ты мне рассказывал некоторые вещи, что он совсем себя показал на самом деле непрофессионально в работе за Гамбит. Ну, здесь, что можно сказать по этому вопросу? Скажем так, какого-то института тренеров в Лиге Легенд его нету, и практика вводить тренеров именно в Европе она возникла совсем недавно, именно с введениями райтами этих правил, поэтому очень многие команды уже поменяли не один раз своих тренеров, в том числе Гамбит и Левиафан в начале он полностью оправдывал свои ожидания, был достаточно хорошим тренером, в дальнейшем потерял мотивацию, о чем нас предупреждали игроки из прошлой организации, где он состоял, это Альянс, все так примерно и произошло. Подъехать он не мог изначально по своим личным причинам, по-моему, лечился, это, конечно, было очень неожиданно для нас, и стоял даже вопрос о том, чтобы вообще разорвать контракт, потому что он предлагал какие-то безумные варианты с тем, что он там пришлет какую-то свою замену, своего аналитика, который будет вместо него тренером, но в конечном итоге он свои вопросы решил и приехал, хорошо ли это, плохо, сейчас уже судить сложно. Что касается с задержкой приезда тренера в летнем сезоне, она была связана с тем, что очень долго игроки выбирали среди кандидатов подходящие к кандидатуру, и когда выбор уже был сделан, то фактически призон уже начался к этому моменту, а подавать заявку на тренера нужно было за неделю или полторы до начала первого матча, и поэтому нам просто ничего не оставалось в организации как заявить собственно меня к замену тренера на первую неделю в КС. По моменту тренера мы уже выбрали, это в начале недели окончательно, что это будет шанс, но естественно подъехать он смог уже только после матча на первой неделе, в субботу или воскресенье он приехал. Вернусь немного к теме Форгивена, но в целом вопрос будет не про него. Мне вообще интересно твое мнение, потому что я даже видел в твоем твиттере одну заметку, в которой ты говорил, что штраф хая за оскорбление игрока по сути был несознавимирим с тем штрафом, что получил Форгивен. Как ты вообще считаешь, не перегибает не перегибает ли палку Райт в своей борьбе с флеймом, с манерной, с тем, чтобы проигроки ничего себе лишнего не позволяли? Как считаешь? Нет, я считаю, не перегибают, потому что здесь мы не говорим о том, чтобы не позволили ничего лишнего. Мне кажется, игроки Лиги Легенд ведут себя достаточно вольготно, тут никого не заставляют ходить в дресс-коде и так далее. Здесь просто элементарные нормы приличия, которые являются обязательными, вообще говоря, наверное, в любой дисциплине, не только в Лиге Легенд. Ну, денег выбрать киберспортивные дисциплины. То есть, скажем так, игроки в шахматы ниже себя друг друга не флеймут, и там игроки в теннис не позволяют каких-то высказываний в адрес друг друга откровенно негативных. Игрок получил бан не за какой-то там сарказм, за вполне откровенный флейм, а это может. Ну, конечно, ситуация была забавная с тем, что Хай получил небольшой штраф, Фаргимен получил бан. С другой стороны, тоже понятно, то есть, Хай там слегка пошутил, может быть, даже не знал, что это снимается на камеру, а Фаргимен, как нам сообщили риот, продолжительное очень время вел себя неподобающим образом в Солоку. И, скажем так, это не является каким-то секретом для профессиональных игроков, что они могут получить бан. То есть, в начале сезона с игроками, где очень подробно обсуждается все вопросы касательно поведения в Солоку и возможных показаний. В последний раз риоты даже делали выборку анонимную из высказываний про плеер-игроков в Солоку, так, чтобы игроки с одной стороны посмеялись, с другой стороны осознали, что за ними очень пристально наблюдают. Конечно, за ними наблюдают пристально все комьюнити, поэтому тем суровее и действие риоты. Давай теперь плавно все-таки отойдем от темы уже Gambit. Я бы хотел с тобой обсудить еще одну довольно важную тему. Тема касается вообще русского СНГ региона. Если я не ошибаюсь, ты помогал один раз Русскид готовиться к финалу Старсерии, по-моему, я не ошибаюсь? Да, я был на прошлом финале Старсерии с Рексами, а на позапрошлом финале меня перед самым финалом позвали приехать Дельфиной. И вот мне отсюда вначале интересно задать тебе вопрос. Ты работал с игроками ЛКС уровня и помогал игрокам, которые еще по сути ничего не добились, только они еще можно сказать в каком-то роде новички. В целом как-то отличается работа с ними? То есть какая-то может быть они как-то иначе реагируют на критику или что-то в этом роде? Работа конечно отличается, потому что в одном случае это профессиональные игроки, в другом случае нет. В одном случае просто игроки для них это является работой, они тратят на это весь рабочий день и почти все свое свободное время. Во втором случае это не является не способом заработка, а является только сутью увлечениям. Поэтому конечно и обсуждение и глубина затрагиваемых тен совершенно разная. ты кстати очень правильно подметил, что если для игроков ЛКС получается игра или Лега Легенд как работа, то для игроков из России это больше увлечение, хотя тем не менее очень много игроков из России им приходится отдаваться игре в ущерб учебе, даже чтобы держаться на том уровне, который у нас есть. И в целом мне интересно спросить у тебя человека, который видел по сути СНГ и регион изнутри, общался с командами, готовил их. Ты видишь, какие перспективы ты видишь у нашего региона? То есть может ли он со временем, пусть какого-то большого срока, дать, допустим, даже если не говорить про то, что наша старт серия будет так же популярна, как ЛЦС, просто дать, допустим, командам Европы таких же игроков, как там, не знаю, Бетти, Кабачар или подобного уровня? Дать игроков, конечно, может дать команды едва ли. То есть я думаю, что и на сегодняшний день в СНГ уже есть игроки, которые индивидуально, если засунуть их в средние-хорошие команды, они могут играть на достойном уровне. Но если брать именно целую СНГ-команду и пытаться с ней что-то сделать, челлендж в России или ЛКС, то тут пока шансы весьма незначительные. Со временем СНГ-регион будет развиваться, просто тут нужно сравнивать темпы роста. Пока он развивается достаточно медленно, медленно, чем хотелось бы, я думаю. И Европа, как мы уже увидели, она сейчас посмотреть на международные выступления формально топ-2 регион после Кореи, то гаться с Европой будет достаточно сложно, если темпы роста Европы останутся такими же, а темпы роста СНГ-регион тоже не изменятся. То есть пока что новых М5 ждать не приходится? Ну, скорее всего, да. А как ты считаешь, а сколько времени нужно русскому региону, чтобы дать хотя бы один крепкий коллектив, как, к примеру, дала Бразилия Пейнгейм, который на чемпионате мира, они хоть и не прошли групповую стадию, но тем не менее они показали довольно интересные игры, они не смотрелись мальчиками для бития в играх против других команд, то есть как считаешь? Не сложно ответить на этот вопрос, мне кажется, что на данный момент нужно полностью обновляться поколение игроков, скажем так. Не считаешь ли ты, что должны рай что-то изменить в своей политике, потому что в нынешнее время игроку в России, то есть по сравнению с европейским, который может претендовать, то есть он видит ЛКС, он видит популярность, он видит то, что у игроков там по 100 тысяч подписчиков в Твиттере и прочего, то есть у русского, так скажем, молодого киберспортсмена нет такого перед глазами, он видит довольно слабый уровень, и ты не считаешь, что Нуреоты, к примеру, то есть самый утопичный вариант, может, должны позволить там команде из СНГ бороться там за выход на ЛКС или что-то в этом роде? Или ты считаешь, что вот в нынешней политике тоже может добиться хорошего результата? Ну, здесь просто возникает вопрос, какие цели преследует райот, скажем, есть русский офис Виотов, он ведет ту или иную работу, просто в данный момент эта работа нацелена скорее именно на создание популярности игры в целом, а не ее киберспортивной составляющей. То есть, ну вот я ходил на те же студенческие лиги, это был очень хорошо организованный ивент, который собрал очень большое количество зрителей, мне кажется, больше, чем на финалах Star Ladder. Пришло людей посмотреть, поэтому здесь те цели, которые райот, как мне кажется, ставят перед собой в русском регионе, они выполняют. Другое дело, что на данный момент эти цели не совсем связаны с развитием лиги легенд как киберспортивной дисциплины в России. Если льоты поставят перед собой цель развивать киберспортивную составляющую лиги легенд в России, то я думаю, они будут предпринимать уже другие действия. Насколько я знаю, они такие действия собираются предпринимать, в том плане, что они будут менять формат Star Ladder и делать его более похожим на ЛКС формат. Может быть, у нас будет даже некий русский ЛКС. По крайней мере, я слышу, такие разговоры ведутся. Ну вот это уже было бы более интересно на самом деле. Опять же, я считаю, что всех проблем это не решит. То есть, это может быть довольно спорное мнение, но я не думаю, что если вот сейчас русским игрокам платить больше денег, это резко решит и проблемы русского региона. У нас тут же появятся игроки уровня там Кабачарда, Экспеки и так далее. То есть, здесь зарплаты не являются единственным фактором, поскольку, опять же, есть уже именно фундаментальная проблема того, что европейские игроки, они просто могут позволить себе играть больше, потому что они могут брать в Европе в основном так как академический отпуск еще в школе и все это время посвящать Лиге Легенд и после этого, если они становятся успешными, они, соответственно, отказываются от продолжения своего школьного образования или откладывают его до 23 лет. Скажем, я знаю, что в Швейце, по-моему, образование школьное нужно было учить до 23 лет. То есть, время, в принципе, есть у всех. Если вы начинаете играть 15-16, то времени у вас вполне хватает на то, чтобы бросить школу к натрии, а после этого вернуться, когда вы уже наиграете с Лигой Легенд. В России таких возможностей нет. В России все вынуждены совмещать школу-институт Лигой Легенд, и это, конечно, существенно сказывается на скелле. И, конечно, в России не проводится такого количества турниров, как в Европе, потому что в России есть какие-то региональные турниры в Европе. Будущий гражданин Европы вы можете спокойно передвигаться по всем европейским странам и участвовать не только в своем турнире, но и в турнире в других странах. Жителям России достаточно сложно выезжать в Европу в связи с финансовыми трудностями. Да, и визовая система тоже трудностей прибавляет. Да. Показали сами Гамбиты. А Гамбит Гейминг, когда в команде так или иначе менялся состав, ну то есть игроки менялись, не рассматривались никогда кандидатуры каких-либо русских игроков или просто игроков из СНГ? Рассматривались. Но у них был уровень неподходящий, верно? Или были какие-то другие проблемы? Если так вспоминать, когда мы искали мидера, мы после Алексея, чем мы играли с несколькими русскими мидерами, но были в конечном итоге Ника по ряду причин. После этого на позицию Адекери тоже были варианты с русскими игроками, но опять же был сделан в пользу европейских игроков. Тем это связано, ну конечно это связано с уровнем игры, с владением иностранным языком и с свободой передвижения. Я думаю все-таки больше... А тут сложно говорить о том, что именно скилл сыграл какую-то решающую роль, нет варианта. Я думаю, что все-таки скорее именно такие технические причины сыграли свою роль, как там визовые проблемы владения иностранным языком, желание других европейских игроков играть с более-менее известным европейским игроком русские игроки достаточно мало известны в Европе. Так, может быть, задротом Солоку конечно известны именно русских челленджер-игроков, но дальше они даже до челленджер-уровней не выходят или выходят крайне редко. Такие-то квалификации челленджер-команд, когда все держатся друг друга, преимущественно русские игроки, то есть некий барьер между русскими игроками и пейскими игроками, которые находятся где-то просто на уровне взаимодействия Солоку, которые к тому же не всегда приятны. Кстати, а если вспоминаю момент, когда вот ушел именно Алексич, и в команде оставалось четверо игроков, говорящих по-русски, двое из которых по-английски, как я знаю, если и говорят, то очень слабо, то это, наверное, был тот момент, когда, в принципе, русский игрок мог войти в состав и там прижиться, потому что тот же вроде как Дарьян говорил, что его порой коробил языковой барьер в команде. Конечно, тогда мы преимущественные трайли русских игроков, но я думаю, сейчас уже можно снять гриф секретности. Вот мы играли с Кирой или предлагали Кирину, он, по-моему, отказался на тот момент. Не знаю, сожалеет ли он об этом или нет. Возможно, если бы он согласился, он бы и играл в Гамбиту с другими игроками. Сейчас уже даже точно не помню, с кем мы там играли. Там все-таки, наверное, уровень игры сказался. Существенный уровень и опыт игры. А надо Кири кого-то рассматривали из русских, раз уж их секретно спал. Я помню, что мы, по-моему, играли какие-то игры с Дайруем, обсуждали с Вегой и Лексом. Поскольку уже сейчас пошел вопрос о продаже спота организации, то дальше обсуждение это не ушло. Так, вроде бы все. То есть, вначале, после того, как вы закончили сезон, не сразу же поставился вопрос о том, что будет продаваться слот. То есть, вы еще ввели работу о поиске игроков, только потом уже организация, так скажем, объявила вам в своем решении. Ну да, изначально я предполагал, что вне зависимости, скажем так, от того, будет ли продаваться или не будет продаваться ЛКС под Дакерри позицию кем-то надо будет занимать, потому что с Bargiven в большую долю вероятности мы бы не продолжили играть ни при том, ни при другом раскладе. И поэтому какие-то варианты Дакерри я рассматривал, поскольку сейчас этим занимается, как я понимаю, уже там новая организация, то это их головная боль, и я уже дальше что-то работаю в виду. А мне, тем не менее, сейчас, на самом деле, вопрос может выглядеть нелогичным, потому что он сильно ударяется в историю. Мне до сих пор немного странно, как и многим болельщикам, резкий уход из команды Ника, который в дальнейшем, по-моему, начал играть в Турции, если я не ошибаюсь, потому что он ушел ровно в тот момент, когда засветился Бетси, Бетси показал несколько хороших игр, и будто бы на этой волне команда сделала решение его взять в состав. Многим тогда это показалось некрасивым по причине того, что Ник был в больнице. Некоторые решили, что команда так поступила именно потому, что у Ника были серьезные проблемы со здоровьем, и он в дальнейшем бы не мог участвовать на ЛКС долгое время. На самом деле, было как? На самом деле, было и то, и то. То есть, Ник действительно, он очень неплохо заиграл и тут же заболел. То есть, по-моему, как раз там была неделя, когда Гамбит выиграли у Фнатиков, и после этого Ник резко заболел, ему потребовалось уезжать в Польшу на обследование. А нет, это было до этого, по-моему, все-таки с Бетси выиграли Фнатиков. Да, точно. И как раз на неделю с Фнатиками взяли Бетси. Бетси себя очень неплохо показал. Ник вернулся, и там была не очень понятная ситуация, то есть, ему врачи запретили летать. Насколько я знаю, это было как раз перед поездкой на Котовицу, и, в общем, тот факт, что было непонятно, что у него со здоровьем, плюс все игроки склонялись в пользу в ту сторону, чтобы играть с Бетси, а не Ником, то было решено Ника вывести из состава. При этом склонялись в сторону Бетси не потому, что Бетси какой-то прям был на голову лучший игрок, хотя в плане, наверное, механическом Бетси лучший игрок, чем Ник, но в плане понимания мета и понимания матчапа, Бетси уступает Нику. Просто накопились одни-то конфликты с Ником. Ник не самый простой в общении человек, он довольно требовательный к себе и требовательный всем окружающим. Игроки хотели как-то снять этот градус напряженность, а Бетси в этом плане все равно не конфликтный и его шоу. Ну, кстати, после Ника, если я, конечно, не ошибаюсь, вроде как после Ника был именно уход Пиноя. Сейчас мне интересно узнать, а не было ли его вызван уход тем, что уже какое-то уже понимание, что придет Форгивен? Может, какие-то договоренности были? Или там было дело в другом? Нет, этот уход не был связан с приходом Форгивена. Все переговоры с Форгивеном начались уже после того, как ушел Пиноя. А с чем, по сути, был вызван уход Пиноя? Ведь он, ну, официально заявлялось, я помню, что Пиной не рос как игрок. То есть, у него были шансы, у него было время, но он никак не вырос. Но между этим, в принципе, можно считать, что не так уж много и времени было, и он не сильно уж, ну, он, по сути, не сдал. Он играл, если точно так же, то, в принципе, это не причина, чтобы его так резко убирать в состав, учитывая, что он только сыгрывается. Ну, здесь, в этой части, прав и нет, потому что, все-таки, я думаю, один сезон более чем достаточно, чтобы кто-либо себя заявить, либо не заявить, как игрок. И в этом плане Пиной, он действительно не сдал, но он никак не прибавил, остался на том же уровне. А поскольку организация ставила более высокие задачи, то под эти задачи нужно было и как-то менять состав. В первую очередь, бутлайн, потому что на бутлайне, как минимум, были основные проблемы. То есть, варианты было два, либо убирать Эдварда, убирать вместо него какого-то другого саппорта, который был бы наглого выше, чем он, либо убирать Пиной и брать вместо него до Керри, который бы диктовал свои правила на бутлайне. А был ли в истории Гамбит какой-нибудь... Вот мы знаем лишь один громкий трансфер, и это по сути Форгивен, который, к сожалению, увы, он вышел провален. А был ли трансфер тоже бы громкий, но который, к сожалению, сорвался? То есть, уже были какие-либо договоренности, либо уже было очень вероятно, что игрок перейдет, но, к сожалению, это не случилось. Ну, скажем так, разговоры довольно часто ведутся по поводу многих игроков, но так, чтобы вот прям сорвался на последней стадии обсуждений, такого я не припомню. То есть, ну, скажем так, Гамбиты пробовали играть там с Incarnation, например, в прошлую осень, но что-то не пошло. Просто в Америке денег больше предложили. Нет, по-моему, там, он, по-моему, даже туда, а когда он уехал в Америку, я уже не помню. Он же вроде только летом этим лет. Да, да, да. А я говорю про прошлую осень. А? Нет, там просто как-то решили. На самом деле, он не так очень хорошо играл, хотя он и в Америке не так что прям очень хорошо играл. Были какие-то разговоры с Реклисом, там Эдвард что-то с ним обсуждал. Не помню, я тоже, когда по времени было. Так что, ну, вот, например, Фи Бивин был одним из основных кандидатов занять позицию Алекса. Его, так скажем, Алекс рекомендовал, уходя, и довольно долго. Ну да, вот, наверное, может быть, Фи Бивин это самый такой вариант, который, можно сказать, как ты говоришь, сорвал. Здесь сорвался он, наверное, по причинам нежелания организации в какой-то степени рисковать. Потому что сначала что-то он думал, потом организация думала, там как-то поджимали сроки, и, в общем, так получалось, что его чуть ли не вслепую нужно было брать. А игроки на тот момент тоже успели там сыграть и с Ником, и с другими мидерами. Фи Бивин на тот момент по-моему, только-только исполнилось 17. В общем, это так и не срослось. Наверное, последний вопрос, который затрагивает историю. Хотя нет, даже не история, это, в принципе, дело там минувших месяцев. В ситуации, когда Фаргивин получил свой бан, нужно было искать игрока запаса, получилось так, что, если я не ошибаюсь, пьяное команда не отпустила, или игры там были. И у Стилбека была такая же ситуация. Но в организации до того момента был еще Генжа. Пытались ли вы его прибегнуть к его услугам? Я, честно говоря, уже не помню. То есть, я не помню, говорил ли с ним Грух, я-то с ним точно не говорил. Мне кажется, у Генжи просто визд, но это не было. А ее получать нужно было уже по срокам не укладываться. Да, по-моему, так все и было. Кстати, довольно удивительная ситуация, когда команды, по сути, подписываясь игроков запаса, часто не имеют возможности этих игроков задействовать в играх, потому что они там то с другими, то они играют в других командах, то у них виз нет. На самом деле немного это печальная ситуация. Ну, это скорее проблема организации, то есть на тех условиях, на которых ты подписываешь игроков запас, то есть можно подписывать игроков запаса, платить их зарплатки и при этом держать их в минутной доступности от своего геймингхауза. Можно подписывать игроков запас без каких-либо обязательств. Это было сделано в случае с гамбитами. Кстати, напомню, а Генжи сам ушел из команды? Скажем так, Генжи поставил ультиматум, который был неприемлем для организации и других игроков. Если не раскрывать подробности, то есть что заключалось в этом ультиматуме, по сути? Ну, это был даже, наверное, не ультиматум, я не совсем правильно выразился, просто после сезона перед подготовкой к религейшнам было принято решение, что мы начнем подготовку где-то за месяц там, слэш три недели перед религейшн-играми, на что Генжи сказал, что он хочет отдохнуть, готов начать тренировку за недельку до религейшн-игр. Ну, как бы на этом с ним пришлось расстаться, игроки, не организация не считали, что недельной подготовки будет достаточно. а, соответственно, играть там две недели с одним адэшником, потом за неделю до религейшн-игр, играть с Генжи, который готов был включиться, это уже было нецелесообразно. Интересно. А Дарин? Дарин, если я не ошибаюсь, он ушел, его вначале убрали из состава, потом он сам решил не возвращаться, верно? Не совсем. Сначала убрали Даймонда, но при этом Дарина не убирали, играли из состава, взяли кубона и Дарин сказал, что он... А, простите, не взяли Лулекса. Дарин сказал, что он не хочет играть с Лулексом, попросили найти ему замену, хотя, скажем так, на тот момент было понятно, что Лулекс это временная замена и что он... Так или иначе Даймонд вернется. Но Дарин не захотел ждать и не захотел играть. А к тому моменту, когда Даймонд уже вернулся, то как-то игроки не особо горели желанием дальше играть в Дарина. По сути, его карьера в гамбит-гейминг закончилась из-за 7-минутной капризы, можно сказать. Ну, в общем, наверное, да. В какой-то степени просто игроки не вполне осознают того факта, что они являются сотрудниками организации. В общем, это не в любом другом виде спорта просто немыслимо говорить, что нет, я не буду готовиться к этому футболному матчу три недели, я к вам через недельку приду там или я не буду играть с этим. Поменяйте меня, когда человек меняют уже так, что он не возвращается. Ну, в общем-то, то же самое и произошло. А Генжа с Дарином до последнего момента по сути являлись еще игроками запаса, да? Или у них не было уже контрактов с гамбитами? Контрактов у них не было, да, они являлись игроками запаса. А были какие-то моменты, когда собирались там, не знаю, как за... ну, то есть, задействовать в игре или что-то в этом роде? Были какие-то переговоры? Или как они ушли, так и... по сути, с ними не поднималась тема дальнейшего более плотного сотрудничества? Ну, по-моему, кроме того момента, когда нужно было менять Forgiven на кого-то, то таких... А, ну, собственно говоря, когда нужно было менять Forgiven, и когда нужно было искать Dash на Relegation. То есть, опять же, там был вариант либо брать Genji, либо брать Killback, либо брать Pinoe на Relegation игры. Там, насколько я помню, велись переговоры с Genji, но Genji сказал, что не горит это желанием никаким. А с Дарьяном, по-моему, таких разговоров не велось. Ну, может быть, только в последние недели, когда стал вопрос о том, чтобы продавать ЛКС-слот или нет, когда уходил Кабачар, так как бы была вроде как такая шальная идея, что, может быть, там полностью собрать снова полностью русский состав Genji, но по-моему, это все было так на уровне идеи. А тебе жалко, что эта идея не воплотилась? Ну, вообще, считаешь, это была бы, ну, такая команда, стоящая там из Дарьяна, Genji, Даймонда, Пепера, ну, каким-нибудь русским мидером, можно сказать, там, ну, украинским Кирой. Ну, как ты считаешь, этот состав мог зажечь на ЛСС? Я думаю, что зажечь бы мог, но выиграть едва ли. То есть, это было бы, конечно, очень прикольно, но не более того. Я думаю, в таком составе было бы легче найти спонсоров, учитывая популярность. Возможно. А у тебя, вот мы сейчас обсудили, там, Даймонда, Пепера, то, что там уже и Пепер себе команда нашел, Даймонды ищет, а у тебя уже были какие-то предложения, какие-то планы, цели, я не знаю? Какие-то планы и цели у меня, наверное, есть, но здесь нужно понимать, что, скажем так, я думаю, что менеджеров, хороших игроков мало, а вот организаций много, поэтому в плане того, чтобы менеджеру найти ЛКС команду, это довольно беспрецедентный случай. Но посмотрим. Ну, а есть какой-нибудь шанс или вариант того, что вы с грувом начнете заново, например, то есть, какая-то заново какая-то организация, там, новые игроки, или вы теперь будете, скорее всего, по разной стороне? В этом сезоне, наверное, как 95%, что нет. В следующем сезоне посмотрим. Возможно, все зависит, как бы, от финансовых вливаний. Если будут деньги, то можно будет, конечно, снова ворваться, там, через челенджер серии. Вполне возможно, что и наши старые игроки поддержат это. Время покажет. Если оценивать вероятность, вероятность того, что слот все-таки будет продавать до конца, и то, что команду попробуют все-таки собрать заново и на ЛЦС заедить? У нас тут 50 на 50, либо продадут, либо нет. Это все зависит от того, что ты найдешь покупателя или нет. Ну, на данном умеете. Нет, покупатель-то уже вроде как есть. А, покупатель уже есть. Да. Но либо купят, либо нет. А если тебя, к примеру, позовут работать в русскую команду, какую-нибудь, ну, стар серия, пойдешь? На постоянную? Не зависит от того, что они попросили там делать, но, скорее всего, да, почему нет. То есть, даже с командой стартери можно показывать неплохие результаты, и даже проще проходить на чемпионат, не другое бы желание у игрочков это делать. Ты считаешь, сейчас проблема в том, что, проблема, что русские команды никак не могут попасть от мира, только в их желании, да, то есть, в основном? Да, я считаю, что сейчас отживает свое старое поколение игроков, и оно уже достаточно серьезно изношено и не имеет большой мотивации. Они отыграли там пять сезонов в Старсирии, и сейчас играют скорее по инерции, при этом они это уже все возрастные игроки, потому что для Лиги Легенд, скажем так, хороший возраст это 17-18, 23 и выше это уже, можно сказать, возрастные игроки, и, в общем, просто игроки измотаны этими сезонами Старсирии, у них нет амбиций достигать чего-то большого. Вот я думаю, что когда смеется это поколение игроков, то, возможно, сцена сделает существенную скачевку в своем уровне. Ну, напоследок, еще один вопрос, как-то хаотично пришел в голову, просто захотелось узнать, так как было всегда Гамбит, окружало всегда очень много слухов, и эти слухи зачастую никак не комментировались само собой. В команде какие-то были, скажем, конфликтные ситуации между игроками. То есть, очень часто обсуждался, к примеру, то, что Эдвард не очень сильно любит Даймонда или что-то в этом роде. То есть, как в команде вообще отношения были? Взаимоотношения хорошие или прослеживались какие-то моменты такого недолюбливания друг друга, может быть? Будет проще, если каких-то конкретных игроков назовешь, куда-нибудь. Ну, к примеру, взаимоотношения Даймонда и госпикера. Ну, последние и сезонные были вполне хорошие отношения. Рабочие. То есть, они не были врагами, но они не были какими-то близкими друзьями. Просто хорошие коллеги, товарищи. взаимоотношения Алексича и Даймонда, которые активно обсуждались, которые ставились в члене главной причины ухода Алексича, что у него испортились отношения с некоторыми членами команды. Это не так? Ну, в какой-то момент, мне кажется, Алексич действительно разочаровался в Даймонде, но, поиграв с другими лесниками, он понял, что он слишком недооценивал Даймонда. А почему он разочаровался в Даймонде? Даймонда же вроде в то время все равно показывал хорошую игру. Ну, Алексич считал, что у них не очень хорошая синергия, что Алексич играет один в С2, то есть, что вражеский лесник все время заходит на Мид, и Даймонда никогда не заходит на Мид, и он считал, что с другими лесниками он сможет показывать лучший результат. Вот он попробовал поиграть с Ку, и кто там был у него, Лулекс. Да, Ку, Лулекс. А сейчас Кранс. А, следишь за выступлением команды Алексича? Чем так? Хоть немного? И периодически смотрел их игры. Ну, как у тебя в целом команда его? Эффективно? Ну, они вроде будут делать существенные изменения в составе, в принципе, это логично. Мне кажется, что с вторым составом ВЛКС Бен немало что-то показать, посмотрим, кто там будет. Я думаю, что Лексич все еще очень хорошо играет, и с хорошим лесником, я не уверен, что Кранс останется, но, допустим, что он останется, тогда нужен хороший топ, хороший бот. Они смогут быть как хорошей командой среднячков, очень средней. Раз мы сейчас с тобой на секундочку затронули американский регион, мне интересно твое мнение, как считаешь, почему чемпионат мира показал, что сейчас Корея топ-1, а топ-2 Европа, в то время как более такие богатые регионы, как США, где могут делать очень громкие трансферы, платить большие зарплаты, или Китай, где также переманивали огромными деньгами, корейских игроков, они, по сути, провалили чемпионат мира. Вот как ты считаешь, с чем это связано, что деньги вообще не решают как в Лиге Регион, или как? Нет, деньги, конечно, решают, но здесь просто не нужно это так редуцировать, поскольку Китай откровенно провалил, то есть они шли одними из фаворитов, и здесь, скорее всего, сказали какие-то проблемы коммуникации, поскольку корейские игроки не очень-то хорошо, то есть они вообще не говорили по-китайски, то есть я не знаю, на каком языке там делалась коммуникация, на китайском или на коммунированном английском, в ответственных играх это сыграло свою роль. Основным фактором является просто все команды, против которых вы можете скримить, то есть если вы купите, скажем так, если организация X купит двух очень дорогих игроков, то это не решит их проблем на международной сцене, то есть они могут, конечно, выигрывать свою сцену, но при этом они будут также продолжать скримить против довольно слабых команд, и они не смогут существенно прибавлять в своем росте, даже если у них будут какие-то очень сильные игроки, то есть просто эти сильные игроки, они со временем по своему скеллу опустятся до некого среднего уровня региона, чтобы оказывать стабильно высокие результаты, нужно, чтобы в самом регионе было минимум 3-4 сильные команды, которые бы составляли конкуренцию, и тогда за счет этого можно было бы прогрессировать и показывать хорошие результаты на международной сцене. Вот у китайцев, видимо, тоже такая же проблема была, то есть там было две сильных китайские команды, остальные были не такие сильные, у корейцев такой проблемы не было, ну и соответственно у Европы такая проблема тоже, наверное, была в меньшей степени. У американцев такая проблема была, потому что помимо там СЛГ и ТСМ остальные команды были слабые. Ладно, я, наверное, уже в раз третий тебе говорил, что последний вопрос, а потом появлялся все еще и еще один. Думаю, пора заканчивать, мы с тобой, мне кажется, отлично пообщались, ты рассказал, на самом деле, очень много нового, напоследок, я хотел бы пожелать тебе удачи в поиске новой организации, команды, возможно, в будущем воссоздать русский состав, как мы с тобой говорили, и ворваться с ним на ЛЦС. Спасибо большое за интервью. Спасибо тебе, всем удачи. Пока. Пока.